Здравствуйте, мальчики и девочки! В любом случае, в тестах на картридере разницы нет. Ну, а картридер подключен по USB кабелю к компьютеру, и, соответственно, он прям стопроцентную скорость вам прям супер-супер не покажет. Там все-таки свои какие-то ограничения присутствуют. Может, кому-то кабель не понравится, да, скажет, надо лучше использовать кому-то еще что-то. Поэтому можно в телефонах использовать и проверять непосредственно в нем. Есть разный софт. Ну, мне это было делать лень. К тому же, прошлую я проверял в том же самом картридере, и эту тоже в этом же самом картридере я проверил. И у них разница в показаниях. Но вот на экран я выведу. Вот у прошлой было, ну, все практически то же самое. То есть там 130 на чтение может быть при определенном размере файлов. Но в синтетических тестах это у меня не получалось. Приобретал ее в районе 1200 рублей, потому что вот такой еще взял свисток в комплект к ней. Вообще не спрашивайте, зачем он стоит там рублей 50 или 60. Что-то вот захотелось. Ну, так, на всякий случай, да, чтобы был еще один ридер. Ну, я думаю, что можно его и просто использовать. Тут вставил маленькую microSD, а это вставил, например, в телевизор. И вот уже тебе такая флешка на 128. Ну, такая небольшая универсальность. Хотя такой свисток лучше для этих целей не использовать. Ну, взял и взял. Это так. Какой-то дешевый китайский штук. Обычно вот такое дешевое, оно либо сразу ломается, либо работает годами, вечно практически. Что по непосредственно флешке. Попробовал, потестировал, работает. У меня на телефоне, кстати, сдохла флешка SanDisk. Очень печально. Это не первая уже флешка, которая сдыхает. Что-то меня это начинает расстраивать. SanDisk, что с вами не так, извините меня. Но это уже не первый раз у меня такая случается борода. Там происходят всякие интересные штуки. И флешка либо теряет возможность записи. Ну, что-нибудь вот в таком духе, в общем. Перестает функционировать нормально. Поэтому я туда установил такую же на 128, но новее модификации. А эту заказал. Там, я так понял, что могла прийти и белая, могла прийти и такая. Я уже, честно говоря, не помню, как я там выбирал. Но пришла такая, да. То есть, либо-либо. Либо-либо. Ну, сейчас цена у нее даже не у такой, а у более новой, которая белая. 900 рублей. По-моему, еще дешевле на 200 рублей стало. Ну, я, как обычно, поспешил. Поэтому вы можете еще дешевле взять. Хотя, кто его знает, может еще дешевле будет. Но, мне кажется, для меня и 1100 была вполне такая разумная цена. А 900 так вообще, почему бы нет? Такими-то темпами я обеими руками за. В общем, хорошая флешка, не подделка. Ну, сделана она для Китая. Сделана в Китае для Китая. Вот. Плюс еще и продают на Алишках и на всяких других магазинах. Вообще без проблем. По Самсунгу имеется опыт вообще по таким вот флешкам и на 128, и на меньше. Но главное, что Самсунг. Но, во всяком случае, у меня так. Выдерживает достаточно суровые условия работы. Например, на жаре. Когда и устройство, и флешка может нагреваться там до 50 градусов. И вот эти флешки выдерживают. А сам диск, вот с ним какая-то вот... Хотя он на жаре и не был, но что-то задыхают они. Но это лично моя статистика. Так что у вас она может быть совершенно другая. Вот. Кто там еще флешками не зарядил свой телефон, самое время глянуть, что у вас там. Вдруг у вас там на 32 гига стоит, который вы тоже брали много лет назад за те же 900 рублей. Пора менять. Вот такие вот дела. Ну, все на этом. Вот. Я искал что-то более-менее такое вот, чтобы... Не подделка. Потому что на Али подделок, ну, сами понимаете, одним местом ешь, найти. Прям вот, чтобы была уверенность, было непросто. Получилось. Ссылку оставлю. Вы обычно просите, поэтому в описании зайдете, посмотрите. Подписывайтесь на Телеграм. Там все новости. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ютуб опять закрывает кучу каналов. Поэтому неизвестно, как он долго пробудет. Подпишитесь на Яндекс.Дзен. Обязательно там лайки ставьте, комментарии пишите. Вообще эта площадка, мне кажется, вот за ней какое-то будущее. Вообще и в целом. Вот. Так что не забывайте, переходите, описание, разверните. Все полезное, все там. На этом, наверное, все. Рассказал, показал, попробовал и ту, и эту. Могу сказать, что и та, и эта работают в принципе одинаково. На мой взгляд. Главное, что работают. Что еще надо? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok